После 40 лет трудового стажа Татьяна вынуждена стать заложницей своей комнаты. Пока позволяло здоровье, женщина пыталась бороться за сохранность барака, но сейчас силы иссякли. Весь двор зарос высокой травой и покрылся мусором. Окна открываешь, в обе стороны у меня начинает. Ветер отсюда, значит, отсюда с помойки несёт. Ветер оттуда, значит, оттуда несёт. Управляющая компания не пытается привести жильё в порядок. Исправно только начисляют деньги и приносят платёжные квитанции. Согласно последним, тут делается всё. Уборка придомовой территории, стрижка травы, содержание подъездов и фасада здания. Крыльцо у нас совсем старое. Нам его ни разу не ремонтировали, как я здесь проживаю. Лет, наверное, 9 назад мы его за свой счёт собрали сделать. Столбы прогнили, доски прогнили, можно было провалиться. Ноги туда проваливались у детей. Дети у нас постоянно же бегают, детей много. А с моим весом там вообще не пройдёшь, уже страшно. Я уже три года сижу дома, не выхожу даже. А потому что я боюсь по этому крыльцу спускаться. А если я туда ухну, кто меня оттуда вытаскивать будет? Уже более 30 лет люди живут без возможности справить нужду. За строительство собственных отхожих мест получают судебные иски и штрафы. Управляющая компания охотно собирает денежки за вывоз жидких отходов. Они у нас берут жидкие, плату за вывоз жидких бытовых отходов. Я говорю, вы их где взяли? Ну, у вас же есть туалет. Я говорю, у нас нет туалета, у нас даже уличного туалета нет. На такое заявление жильцов предлагают сделать перерасчёт, вернуть деньги. О строительстве туалетов за столько лет никто даже и не подумал. Людям приходится ставить дома горшки. Вот и ходят потом по стекающим рекам фекалий. 12 машин – это чтобы было относительно тепло. Это не для того, чтобы было жарко ходить, можно было раздетым совсем в халате, в тапочках, в носках. Зимой так, то пусть только ходить. Но у нас сарай, сами видите, они сгорели лет 7 назад, наверное, а сарай построили только 3 человека. Люди отапливаются электричеством, а долги приносят тем, кто платит. Два года назад Татьяна узнала, что у неё есть долг за электричество в 50 тысяч рублей. Но с помощью суда удалось доказать свою правоту. Ведь она чуть ли не единственная, кто, несмотря на все огрехи от управляющей компании и местной администрации, продолжает исправно платить за несуществующие услуги. Они мне сказали, ну вот такая я деятельная женщина, возьмите свои костыли, пойдите им, настучите по голове, чтобы они пошли и заплатили за квартиры и за свет. Это вот таким образом управляющая компания? И управляющая компания точно так сказала, и в энергосетях мне точно так же сказали. Татьяна надеется, что помочь ей сможет, например, новый депутат. Она ждёт выборов и уже решила, что выберет нового, а не того, кто обещал всё исправить 4 года назад. Виктор Соловьёв, Николай Шунков, ЗАПТВ.